Всем доброе утро. У меня утро начинается с нутеллы. Динька купил нутеллу. Баночка нутеллы на тумбочке на моей. Так приятно. Садитесь, девушка. Да я-то сажусь. Чего? Да я-то сажусь, говорю. Сажусь. Сажусь, заберите сменку свою, сажусь. Какую смену? А, и рука запуталась. Ну, троечница. А троечница? Вообще-то у меня сегодня пятерок больше. Да? Ну троек тоже есть. Ладно, ничего страшного. Троеки, нормальная история. Как ты будешь учиться, если не будешь ошибаться, да? Так, ну что, едем? Сейчас опять надо будет померить. И я надеюсь, что уже все подойдет и взять туфельки. И ты у меня что, опять голодная что ли была? Нет, сырок и... Сыр и чай. Сыр и чай, и все? Да. А булочку съела хотя бы свою? Булочку съела, перед третьим уроком ела. Ну, слава богу. С вами с комментистой договорились и покушали перед третьим уроком. Понятно. Вы вместе садитесь и хомячите? Ага. Чаще всего ко мне в гости мы идем. Понятно. Ну, правильно у тебя же там это, уютно, уединенно. Ну да. У меня там последняя парта, никто не пилает. Да. Че такое? Че случилось? Хм... Поронилось или лопнул? Лопнул. Растекся, нет? Да, растекся. Сильно? Ну, давай я... Вода есть. Вода есть? Сейчас я тебе дам что-нибудь. Короче, лопнул жук. Тот самый. Вода там была, да? Да. Понятно. Завернула его? Да. На платье много попало? Капли. Ну, капли не страшно. Постираем платье и все. А если бы весь жук разлился на платье? А он у тебя не весь разлился? Нет. Ты его удержала? Да. Молодец, умница. Ну, весь бы разлился. Было бы огромное пятно на платье, наверное. А оно тебе все равно уже почти маленькое. Ничего страшного? Не испугалась? Слегка. Слегка. Ничего страшного. Шаурма. Хочешь шаурму? Да. Так, только не здесь. Шаурму надо кушать где-нибудь в хорошем месте. А здесь шаурма плохая? Ну, здесь не то, что плохая. Вот в таких вот палаточках на улице, угловых, не надо кушать шаурму. Она, может быть, тут не очень свежая. Тридцать первый. Тридцать первый, да. Вот, смотри, какие большие. Ничего себе. Неужели у тебя такая нога, Маш? Какие? Смотри. Сейчас погиб. Что ты делаешь? Да. Да? На. На. Да вот и я думаю, неужели у тебя такая ножище? Ну, пробуй. Ну, пробуй. Так, и второй ей вроде в порядке, я так смотрю. Тридцать первый. Отлично. Ну, ты нормально их развяжи, расстегни где следует. Нормально. Не ломай задник. Да не ломай я его. Мам, похоже, тридцатые были лучше. В смысле? Не знаю, но у меня... Не, ну, можно, в принципе, и оставить. Можно и в них, в принципе, ходить. Так, стой, поставь ногу просто, поставь ее. Хорошо. Нет, Машуль. Нормально, с запасиком. Чуть-чуть запасик есть там? Чуть-чуть запасик, но у меня палец где-то вот тут вот еще запас есть. Нет, нужен вот этот палец. Где он заканчивается примерно? Примерно вот где-то вот тут. Нормально, нормально. Так и должно быть. Чуть-чуть запасик впереди, чтобы они не жали. Одевай второй и походи по коврику. Так, вот под пятку подкладывай, не надо ее жать. Вот так вот. А, задник-то у тебя мягкий оказывается. Я думала, они жесткие. Так, вставай. И походи. Чуть-чуть. Как оно? Спадают. Нет. Не спадают? Нет. Такие лыжи. Не лыжи, мама. Удобно? Нормально, в школе, в ботинке, да, на лыжи. Удобные? Да. Точно? Точно. Тогда выходи сюда, сейчас мы их чтобы возьмем, наверное. Нет, шлепать не надо, походи нормально. Как вот ты обычно ходишь? Не трут? Нет. Не жмут? Нет. Все? Удобно? Угу. Берем тогда. Что там, зеркало? А, так ты себя видишь. Не скользят? Нет. Все, берем. В них будешь ходить теперь, в школу. Угу. Нравится? Нравится? Да. Куртку оставь в покое. Все, снимай. Клади в коробку, одевай свои эти. Пошли домой, будем кушать. Все, проблема решена. Мяу. Сейчас, сейчас идешь. В общем, я досмотрела сериал, свой, который смотрела «Черная любовь», «Бесконечная любовь» в «Каросевдо» турецкий. Я его досмотрела. Досмотрела я его, по-моему, позавчера. Ой. Вот. Ну, что могу сказать? Я знала по поводу того, какой конец будет. Я сейчас не буду спойлерить, не переживайте. Вот. Но, в общем, на мой взгляд, они, блин, весь сериал испортили концом. Вот так. Я так считаю. Я считаю, что все-таки нужно было немного по-другому это сделать. Вот. Не такой конец. В общем, любое слово, которое бы я сейчас сказала, хоть как-то характеризующее конец, оно по-любому будет спойлером. Поэтому я лучше промолчу. Те, кто смотрят, смотрите. Вот. Сериал. В течение вот сериала. Он отличный, конечно. Он прекрасный. Мне до сих пор кажется, что писал его какой-то наполовину сумасшедший сценарист. Потому что такое придумать, ну, очень сложно обычному человеку. Такие вот закрутки, такие развязки. Он очень вот такой вот весь непредсказуемый, что ли. Невозможно предугадать. Невозможно решить самой, как, что дальше будет. Вот. Тут, конечно, должен быть человек с каким-то совершенно другим складом ума, чтобы такое писать. Вот. Сериал сам понравился. Просто не понравилась концовка. Я бы его еще раз пересмотрела, если бы не такая концовка. А так, в принципе, все супер. Вот. Ну, и я себе сделала перерыв на один день, но я все равно не могу отойти от турецких сериалов пока. Мне понравилось, как они начали снимать. Это уже, конечно, не великолепный век ни разу, хотя великолепный век тоже классный. Но это уже какая-то у них более такая ступень пошла. Я не знаю, может, у них всегда были такие сериалы, но мне кажется, сейчас намного лучше стало. Чего у меня с фокусом в последнее время? Нет, все нормально. Вот. И я сделала перерыв один день и начала смотреть другой сериал, тоже турецкий. Я начала смотреть «Два лица Стамбула» с той же актрисой, которая снималась в «Черной любви», «Бесконечной любви». Она мне очень нравится, ну, и играет мне нравится как, и внешне приятная девушка. Вот. Начала смотреть «Два лица Стамбула», тоже смотрю на ютубе, но единственный минус. Если у Кара Севда был отличный дубляж, как оказалось отличный, нормальный, то «Два лица Стамбула» дубляж одноголосый, довольно плохого качества, поэтому вначале смотрится очень тяжело, потом, конечно, привыкаешь. Вот ко второй серии я уже к нему привыкла, даже где-то к концу первой серии я привыкла к такому дубляжу. Вот. Долго ждала, пока будет, наконец, завязка какая-то. Дождалась. К концу первой серии она уже есть. И со второй серии, я так понимаю, начинается сама история. Вот. Но история должна быть классной, учитывая, что актриса именно в этом фильме нашла своего реального мужа. Будет интересно смотреть. Короче, я уже на второй серии, где-то на середине её, и мне нравится. Это странно. Обычно меня сразу после предыдущего сериала новый не увлекает, а здесь всё пошло. Вот. Так что советую «Два лица Стамбула» тоже обязательно посмотрите. Плюс опять, конечно, панорамы Стамбула, виды Стамбула, домики. Всё очень уютно, очень классно, солнечно, особенно вот в такую вот хмурую погоду. У нас вообще ходят тучи, такое впечатление, что вечер. Хотя сейчас только 3 часа дня. Да. 3.05. 15.05. Ребёнок у меня продолжает активно готовиться к соревнованиям. И, ребята, вы не поверите, чему я научилась. Я никогда это не умела. И думала, что я не научусь. Буду так всегда вот так вот. Просто без восьмёрки. А сейчас момент. Молодец. Молодец. Давай. Складка у тебя вообще хорошая, прям идеальная. Ой, кстати, колесо. Колесо подальше так начинай, ладно? Колесо подальше, да. Вот так вот где-то. Ай, ноги не тянешь, колени согнуты, пока летишь. Вот, лучше. Молодец. А, осторожно, шкаф. Осторожно, я осторожно. Не забывай ноги тянуть. Ать, нога согнута была одна. Сейчас, где? А вот налево у меня... Подальше встань, подальше, подальше. Да. Налево я сейчас буду делать, я сейчас вот так буду. Давай. Лобом откануть. Ну, на левую, понятно, да. А на правую давай еще раз. Ноги тяни, ноги тяни. Вот, на правую лучше, молодец. Ой, они уже начали обратный тренировать. Мне так это страшно, честно говоря. А некоторые просить попу пускают до пола. Да, ты пока так не можешь. Я так буду делать. Ну, если будешь дальше тренироваться, то будешь и так делать, как остальные тоже. Попу до пола. Ножки должны быть прямые при этом. Только не одну ногу тренируй, а обе. Так смотри. У меня, я на правую вот сажусь, у меня на уроке вот нога вот такая вот. Не, она должна быть прямая. Вы прямите ее в колени и так далее. Во. Держись, держись. Покачайся немножко просто, чтобы она это чуть-чуть. Во. Во. Ага. Осторожно, Маша, ты меня пугаешь, осторожно. Жуть какая. Не жуть. Жуть, жуть. И на другую ножку тоже. А легкий процесс. Легкий процесс. Не очень легкий процесс. А левая у меня плоховато. Ну, левая. Левая у меня не люлюха. Не люлюха у меня левая. Ну, ничего, ничего, ничего. Ага, ага, ага. Вот так. Ну, все равно молодец. Будешь тянуться, будешь уметь, правда. Мыть все, Машуль. Голова у тебя тоже сегодня вспотелась. Голова у меня душевая зона. Да? Все по полной программе. Давай. Да, давай. Распускай вот эту. Распускай, распускай. Надо. Мы дома. Мы вернулись после гимнастики нашей. Вот. Я вечером, когда собиралась, хотела снять для вас, как я делаю кудри, потому что сегодня с утра увидела в Инстаграме, меня спрашивали, говорят, расскажи, расскажи. Вот. Делаю я их сейчас по-новому. Смотрятся они немного по-другому уже, чем смотрелись раньше. Вот. И я думаю, что, может быть, завтра или послезавтра обязательно покажу, как я это делаю. Да. Я теперь перестала накручивать распущенные волосы. Теперь я их собираю. В итоге Маруська сейчас идет мыться. Они там напотелись. Включить тебя, нет? Да. Сама разберешься? Включить. Так, а мы сейчас с вами будем разогревать, кушать. У меня есть гарнир, но, к сожалению, нет мяса. Я думаю, мы сейчас его заменим колбаской. Потому что сейчас готовить уже что-то неохота. А ножки, которые я размораживала, так и не разморозились. Так, выбираем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!